Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня буду читать из послания к кремлинам, 15 глава, 1 по 3 стих. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Мы сильные. Вот кто из нас сильный? Я не знаю, я задаю себе вопрос, сильный я или слабый. Когда я молюсь за других людей, я вижу, находится в болезни, находится в немощи, и переживаю за кого-то, я чувствую, какой я слабый, насколько я нуждаюсь в Господе. Бывают случаи, когда удается кому-то помочь, посоветовать из того опыта, который Бог дал, из тех знаний, которые мы черпаем из Библии, из жизни с Богом, и советуешь кому-то, помогаешь, видишь, что есть и какая-то от меня польза другому человеку, то есть есть какая-то сила, если я так в данном случае выражусь. Но, в общем-то, я считаю себя слабым. И Павел говорит, что в немощи моей я силен. Но вот когда он говорит, мы сильные, должны сносить немощи бессильных, я думаю, в этом слове у Павла есть какой-то юмор. Он видит тех людей, которые считают себя сильными, но раз вы считаете себя сильными, то сносите немощи бессильных. То есть тех, которые не так делают, не так понимают, не так воспринимают, но они искренны в Господе, и ты стараешься им угождать даже во благо, к назиданию, чтобы они изменились. И он говорит, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. То есть даже его злословили не за то, что он сделал, а за другие поступки или кого-то, он нес просто, нес терпеливо, терпеливо, и вот с таким вот ощущением, что я не должен мстить, я не должен назад отвечать, а просто нес. Вот и дальше в этой главе написано с 5 по 7 стих. Бог же терпения и утешения додарует вам быть единомыслием между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Вот это слово здесь, Бог терпения и утешения. Бог терпения, в немецком употребляется слово aus haren, это значит не просто терпение, я тебя как-то перетерплю, снесу вот все, что ты делаешь, я вот сожмусь, так сказать, зубы, сожму крепенько, чтобы не ответить тебе ничего, я как-то перетерплю. Нет, в этом слове имеется ввиду, что я перенесу так, чтобы я был к тебе в назидание, то есть я дождусь того момента, aus haren, это то есть во времени, когда я смогу тебе что-то сказать, быть полезным или помочь тебе для того, чтобы мы были единодушными, чтобы мы вместе прославляли Бога. Это ведь так важно, когда с кем-то вместе славишь Бога, эта слава так идет к Богу. Принимайте друг друга, как Христос принял вас во славу Божию. То есть вот как принял Христос, если я смотрю некоторых людей, но которые уж тут такие потери, но столько много они совершили грязи, но Господь их принимает. Он принимает их, он идет за ними, он им говорит в трудные моменты, он постоянно так ищет моменты, чтобы человеку так сказать, чтобы он пришел к нему. И когда приходит, он их делает чистыми, он так все грехи прощает и топит их вместе в том море, где-то, где самое глубокое место и никогда не вспоминает. Вот так принимает он людей. Да, но мы когда уже вместе верующие, конечно, нам надо стремиться, не все мы понимаем одинаково, каждый из нас по-своему, так сказать, воспринимает многие вещи, особенно житейские дела. И поэтому так важно, чтобы мы один другого, так сказать, почитали даже выше себя. Вот смотрите, как это написано, филиппийцам 2 глава 3 по 5 стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого выше в себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот это вот сильное, сильное слово от апостола Павла. Вот он так старается людей понимать, он старается им помогать к назиданию, он воспринимает их так, как Бог воспринимает их. И это такое, но сильное наставление нам. И сам же он говорит о себе тоже, вот я в филиппийцам 3 главе, он дальше говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Вот такое отношение должно быть у нас к людям. Тогда мы сильные, тогда мы Господу угодные, тогда мы можем действительно взывать к Нему Господь, да будет твоя сила явиться сейчас, да будут твои чудеса, да будут твои исцеления среди нас. Но главное, чтобы я мог принимать людей, как ты принимаешь людей, ведь в этом есть сила, ведь в этом есть что-то особенное. И в конце концов результат мы единодушные, мы вместе можем славить Бога, мы любим друг друга, и Бог слышит молитвы, потому что Он так хочет, чтобы двое-трое молились, чтобы вся церковь была единая, чтобы Бог проявлялся вот с такой особой силой. Поэтому я прошу вас, дорогие братья, как и апостол Павел здесь и сестры, конечно, если вы сильные, несите слабости и немощи тех, которые слабее вас. Если вы слабые, то относитесь и к тем, которые ставят себя сильнее так, чтобы можно было им помочь, чтобы они себя увидели в свете Христовом. Ибо мы все нуждаемся в Господе, и мы еще не достигли той цели, а достигнем тогда, когда Он нас примет к себе. Ему да будет слава нашему дорогому Господу Иисусу Христу. Субтитры создавал DimaTorzok